Друзья, всем привет! С вами Константин Ивлев, а значит вы на Ивлев Шеф Ченнел. Такое я получаю удовольствие, когда читаю ваши комментарии. Я прочитал о том, что многим из вас нравится тыква. И блюда из тыквы, и не только тыквенные оладушки, тыквенный пудинг и, соответственно, тыквенный суп. Ну и вы просите, шеф, а приготовь что-нибудь из тыквы. Благо тыква многосезонная, то есть у нее достаточно долгий сезон. А во-вторых, конечно же, это полезный продукт. Вы попросили меня приготовить какое-то блюдо из тыквы. Без проблем. Продукты очень простые. Тыква, руккола, ну и все остальное, что написано здесь. В первую очередь я хочу вам открыть один маленький офигенный лайфхак для дома. У нас у всех дома есть противень. Да? Все они разных размеров. И зачастую мы иногда берем пергамент, который продается рулонами. И мы начинаем рвать и метать. Ребзя, теперь можно отдыхать. У меня в руках пергамент в листах. Это удобно и ничего не надо резать. Размер подходит под стандартный противень. Пергамент квалита натурально коричневого цвета, а это значит, что его не отбеливали хлором. Качественный и экологичный. И я сейчас продемонстрирую. Опа, берем коробочку с пергаментом квалита, открываем. А теперь, друзья мои, па-па-пам, па-пам. Смотрите, что я вам покажу. Представляете? Это теперь реально существует. Не надо ничего рвать и метать. У меня нестандартный лоток, поэтому я просто-напросто беру и вот так вот укладываю. Ну что? Ну краса. Да и готовить становится намного интереснее и приятнее. Это готово. Теперь надо подготовить тыкву. Все очень просто. Я вот взял тыкву в магазине, простую вот зачистил, почистил. Здесь заключается то, что для чего вы хотите. Если просто перекус сделать и взять с собой, можно так и нарезать достаточно крупными брусочками. Если для салата, то пожалуйста. Я все-таки сделаю для перекуса. У меня Лера очень любит тыкву. Она постоянно откатается, ездит, постоянно вся в делах. Очень часто еду берет в контейнерах, готовую с собой. Поэтому я вот беру тыкву, нарезал ее вот на такие вот крупные брусочки, а теперь вот здесь вот положу. Но это еще не все. Теперь для тыквы надо подготовить специи. Я буду использовать молотый кориандр, семена зиры. У меня не будет никакого ни кавказского, ни восточного блюда. Просто я эти специи очень люблю именно в сочетании с тыквой. Теперь я добавляю сюда листья свежей кинзы, корень имбиря. Обожаю имбирь, тем более вот в эту погоду имбирь это просто колондайк для нашего иммунитета. Сюда добавляем оливковое масло. Имбиря здесь достаточно большое количество. Он будет преобладать и как раз он будет очень ярко подчеркивать вкус. Дальше это называется пестик. Берем пестик и начинаем всю эту историю разминать. Разминать. Делать, как я уже сказал, маринад, либо как еще в народе называется паста. Ступка не всеми любима. Многие начинают пользоваться блендерами. Это немножко не то. Сила и скорость здесь ни к чему. Идея заключается в том, чтобы выдавить соки, масла из продукта. Не забываем про соль. Готово. Сюда я сейчас добавляю еще соевого соуса, оливкового масла. Кстати, чтобы вы понимали, вот это впоследствии будет заправкой. То есть я сделаю, как всегда, трансформер. Запеченную тыкву можно будет взять как с собой, так же, как из этого сделать очень интересное блюдо. Это все перемешал. Смотрите, какая кашица. А вот теперь, друзья мои, я выкладываю вот так вот тыкву. Беру и вот этой пастой начинаю вот так вот нещадно все это вот сюда вот выкладывать. Теперь надо сделать массаж тыквы. Вот так вот берем и начинаем все это хорошо обваливать тыкву, чтобы она была в этом маринаде. Старайтесь дать все-таки возможность друг с другом не лежать, а вот так вот раскладываем ее так, чтобы тепловые лучи впоследствии проходили полностью по тыкве. И каждый брусочек имел цвет, колер. Отлично, отлично. Духовку я разогрел. Кстати, на всякий случай говорю о том, что моя духовка не так же, как у вас. Если у меня 200, у вас 180. Если у меня 220, значит у вас 200. Вы тоже об этом писали, потому что один подписчик мне написал, что шеф я иногда запекал по вашему времени, у меня все сгорело. Я так, друзья мои, теперь вот эту маринованную тыкву в спецмаринаде ставлю в разогретую духовку 200 градусов. Закрываю и запекаю в течение 15 минут. А что будет дальше, все увидите. Время прошло. Запах, конечно, я вам хочу сказать, просто фееричный. Итак, друзья мои, запеченная тыква в маринаде готова. Как я уже говорил, что здесь можно использовать нескольких вариаций. Можно просто-напросто это оставить, это все остынет и потом можно это использовать как гарнир, как самостоятельное блюдо, взять это с собой, потому что удобно нарезанный, когда вы будете ехать в автомобиле, вы можете взять вот такой вот ау-брусочек и, соответственно, его стрескать. Теперь, как из этой печеной тыквы можно сделать интересное и вкусное блюдо, не только для людей, которые находятся на какой-то диете, не используют продукты животного происхождения. Можно всю эту историю просто взять, вот переложить, засыпать салатом рукколы, полить оливковым маслом. Можно, как сделаю я с добавлением сыра. А если кто-то любит мясо, например, такое, как сыровяленую говядину, либо свинину, сучук, я не знаю, там, хамон, паровская ветчина, то можно добавить. Это будет тогда классическим блюдом среднезаморской кухни. Я вам просто покажу быструю и очень интересную вариацию, как из болвана, как мы это называем, да, заготовки. Можно соорудить очень быстренько вкусное и интересное блюдо. Вот смотрите, берем вот так вот, перекладываем запеченную тыкву. Внимание к деталям, стремление к идеалу, сами помните, да. Теперь вот здесь вот у меня маринад остался такой вот, жмых от маринада. Я с большим удовольствием соберу, это очень вкусно. Добавлю масло, семечек тыквы. Перемешаю. Свет какой, да, смотрите, зеленоватый оттенок дал. Берем просто-напросто салат руккола, вот так вот. Можно использовать любой другой салат. Руккола просто интересна тем, что она пряна, она многогранна. Острая, сладкая, все зависит от производителя. Дальше берем вот такой вот сыр. Домашний сыр, по-другому он называется брынза, либо греческая фитакса. Фита. Прям кусками берем и вот так вот. Теперь, как доктор Ивлев прописал, добавляем немножко перца и вот заправка на маринаде для тыквы и масло тыквенных косточек. Вот так вот. Само собой, сюда можно добавить, например, томаты, грушу, печеную айву и многое-многое другое. Вот и все, друзья мои. Вот такой вот быстрый, вкусный, а самое главное, сезонный салат или блюдо вы можете приготовить. Соленый сыр, пряная тыква и, конечно же, многогранная рукола. Ммм, нереально вкусно. Кто в теме, тот поймет. Я бы, конечно, себе колбаски добавил, но Лера, чувствую, добавит помидоров. Прекрасного вкусного аппетита. Ешь морковку, лук и хрен, станешь как Софи Лорен. Увидимся скоро. Пока-пока.